Привет! Меня часто спрашивают, во сколько лет стоит начать изучать программирование. Вопрос-таки довольно сложный, и многие просто не решаются начинать изучать программирование, ну, к примеру, просто из-за возраста. Ну, вот, например, человеку там уже 27 или 28, как раз расцвет сил, и он говорит о том, что уже поздно, уже он всё провтыкал, и, в принципе, теперь уже не хочет даже заниматься программированием, потому что уже как бы прошло его время, и всё. Вот. Я считаю, чтобы сразу, в принципе, отвечу на вопрос, я считаю, что программированием можно заниматься в любом возрасте. Если его расценивать как хобби, как самое обычное хобби, да, то есть вы выучили, и потом что-либо пишете, например, сайт, игру делаете, или там что угодно, просто программку там под Windows, например, пишете. Вот. Это просто обычное хобби, может быть. Когда вы просто садитесь, что-то пишете, у вас что-то получается, вы в итоге это публикуете где-то, и, как вариант, вы в дальнейшем можете на этом зарабатывать. Вот. Говорить о том, что вам, например, там, ну, действительно много просто пишут, говорят нам, мне уже там 25, и стоит ли мне вообще начинать изучать программирование? Конечно же, ответ «да», потому что, если вообще вы что-либо захотели попробовать, это стоит обязательно попробовать, и, возможно, это не просто у вас получится, возможно, это станет вашей вообще... вы настолько этим вдохновитесь, настолько оно вам понравится, что это станет вашей основной работой, причем еще и хорошо высокооплачиваемой работой. Вот. Обычно как раз те дела, которые вам очень-очень нравятся, в которые вы просто вкладываете и душу, и, ну, ну, вообще вот просто вам приятно проводить, там, например, время за программированием какой-то программки, да. Вот такие вот дела, когда они не в тягости, а наоборот, в радость, они вот как раз и приносят, ну, состояние, так сказать, тем людям, которые ими занимаются. Вот. То есть, что я хочу в этом видео еще раз таки сказать. Не важно, сколько вам лет. Если вы хотите найти оправдание, ну, и сказать, вот мне уже там 20, 25, и я уже, типа, уже все, уже не успею не научиться программировать, уже ничего не успею, вот, то это, конечно же, да. Тогда ищите оправдание и не учите программирование. Но, если вы хотите чего-либо добиться, начать, ну, вернее, добиться в программировании, я имею в виду, да, начать программировать, что-то попробовать сделать, тут же берите, даже не задавайте таких вопросов, берите, что у вас, вот, к чему у вас душа лежит, к сайтам, к играм, к приложениям обычным. Ищите информацию, например, сайты, там, начните сразу HTML учить, игры начните учить, например, там, ну, если на движке, то, например, C-Sharp, например, для Unity начните учить. Или, например, хотите программы обычные писать для Windows, начните учить C++. Но не сидите сложая руки, потому что вот это именно как раз и убивает просто. Как известно, игры можно создавать не только на Unity, также их можно создавать при помощи веб-технологий, таких как JavaScript или HTML. Предлагаю подписаться на канал ScannerSoft. Здесь вы найдете огромнейшее количество различных видеоуроков, причем довольно-таки хороших видеоуроков, которые объясняют, как создавать игры на языке JavaScript. Ссылка на канал в описании к этому видео. Так что переходите и подписывайтесь на канал. Кроме того, интересный еще такой момент, что вот вместе с этим вопросом люди также меня спрашивают, а какой язык надо начать изучать? То есть, как бы уже вроде все не изучишь, вот, и хочется уже такой один, чтобы он прям и перспективный был, и вот все вопросы решал. Такого языка не существует. Был бы такой язык, я бы скажу вам, было бы намного меньше специалистов, ну, программистов, да, потому что, ну что, вы учили один язык, и вы можете уже сделать абсолютно все. То есть, для каждой цели существует свой язык. Скажу так, ну, это чуть я темой отдалюсь, буквально на 3 секунды. Скажу, что в мире, вообще, я еще давно читал эту информацию, насчитывается более 8000 языков программирования. Ну, понятное дело, там буквально только десятки из них, это действительно востребованные языки, все остальные это просто, ну, неудачные попытки или тому подобное. Вот, но тем не менее, даже 10 языков, это уже много, вот. И каждый отвечает за какое-то свое действие. Ну, за какие-то там программы, игры, веб-сайты. Вот. Опять-таки, хотите сделать сайт, просто напишите в Google, как сделать сайт. Вот. И вам выбьется много информации, например, о том, что сначала вы учите HTML, а потом CSS. В принципе, больше вам даже не надо. Вам надо просто начать. Любая тема, берете любую тему и просто начинаете. Вот. Потом оно приходит. То есть, я вот помню, когда я игры начинал делать, я тоже никак не мог врубиться, а с чего вообще начать, как их вообще начать делать. То есть, ну, вообще никакого не было понятия. И я начал делать. Просто я вот скачал Unity, начал смотреть уроки, понял, что к Unity нужно еще и C-Sharp знать, чтобы писать эти все скрипты. Вот. И постепенно, постепенно я начал все это понимать и в итоге начал уже писать нормально, как это игры. Вот. Поэтому мой совет вам, не сидите сложа руки, а начинайте действовать. Вот. Не важно, сколько вам лет, просто начинайте действовать. Вот. В принципе, все, что хотел сказать, я сказал. И надеюсь, этим видео я ответил на многие, на вопросы многих о том, стоит ли начинать программировать, если вам там уже за 20, потому что многие пишут как раз вот в таком возрасте. Это 25, 23, 27 и пишут, я уже вроде все провтыкал, надо как-то непонятно, как теперь и изучать. На этом все. Спасибо за внимание. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова